Ну, грязными, если машина постоянно работала, когда у меня второй водитель стал, я и второй водитель, мы делали 250 оборотов. Ну, у нас минималка 30, и 30 это такое сравнение запуска. Так мы стараемся под 40, ну, там, 2-3. Ну, вот, видишь, вот. Салам алейкум. Алейкум, салам. Ну, что, брат, куда поехал? Там парград, там, а. Слушай, у тебя как машина, марка вообще какая теперь это называется? Кто там на юг собирается, а кто-то в чемодане с инструментом. Ну, самое нужное, вот, ребят, в командировку. Спальники становятся все актуальнее и актуальнее. Вот моя машинка, делает проект для себя. Уже покажу. Сейчас только что забрал ее со спальника. Это спальник большой. МН-очка. Наша нижегородская газель МН. Сделали ее 6-ти метровой. Так, друзья, всем здравствуйте. Всех приветствую на нашем канале. С вами Александр, компания TentBest. И сегодня подошел к завершению очередной проект. Сделали переоборудование газель бизнес до длины 6 метров. Вот такой вот он у нас, оранжевый, ярко-оранжевый и не ярко-оранжевый великат 6-ти метровый. Сделали для Никиты из города Киров. Никита. Ты давно в грузоперевозках? Год. На 4-х метровой, да, говоришь, работал? На 2 месяца работал на 4-х метровой, потом все лето на Ваутберрис устроился. Погоди, на Ваутберрис, то есть ты на их машине, получается, работал? Нет, на своей машине работал. Ага, на этой же четверке. У нас была своя машина, а у Ваутберриса наемная машина вся. В Кирове работал, устал. Ну, там такой принцип работы, то, что нужно самому машину грузить и на каждом ПВЗ выгружать самому. И устал. Потому что работал каждый день, и графика работы там нестабильная. А сколько точек в среднем выгрузке? 13 у меня было. День 13 точек? 13 на маленький город в области. И если далеко в области уезжать, то 16. То есть ты, короче, с самого утра и до поздней ночи. А в деньгах сколько, если не секрет, там выходило? Ну, грязными. Если машина постоянно работала, когда у меня второй водитель стал, я и второй водитель. Мы делали 250 в оборот. Это месячный? Да. А сколько с него заработать можно? Ну, я зарабатывал 120, потому что машина была 2005 года. Она каждый рейс выезжала и заезжала в сервис. И дальше в рейс ехала. То есть 120 и минус уже потом ремонтируем машину, получается. Грубо говоря, всю машину перебрал, устал. Потому что я не заканчивал. Погоди, но 120 у вас на двоих же было с корешем? Ну, да. То есть 120 минус ремонт и еще пополам, получается. Ну, да, где-то так. То есть вдвоем... Нет, нет, 120 чистыми. 250 оборот, 120 чистыми. Но ты понял, что маленькая машина чуть-чуть не та? Да, и я решил... Ну, мне нравилось кататься на той машине, просто мало денег было. И решил вернуться. Ага. Вот. А сейчас на 6-метровую куда думаешь, двинуться? Так у меня уже вторая машина. У меня автомашевская. 6-метровая? Да, это вторая. Сам води или водителя посадишь? Я буду с братом здесь вообще сейчас теперь. Я и брат. Ну, вы на межгород, по АТИ? Да, межгород. Нет, у нас логист. А логист, ну, свой какой-то, да, есть? С НДС, который работает, да, наверное? Нет, без НДС, по ИП. Нет, ну, это ты по ИП. Мы на процент работаем. Ага. Она вам скидывает уже заявки, да, получается? Он. Он. Да. У кого он, у кого она? Да, у всех показателей. Просто с логистами, ребят, но это больной вопрос. В комментах многие пишут, там, вот, вот, вот он, молодой, молодой парень, тот, про которого все время все пишут, сейчас он пойдет поработает, потом ставки посшибает, типа, подармовозит, да, ну, как обычно же, если бы молодой, то за кредиты, значит, все, будешь дармовозить, сшибает, логист тебе будут предлагать любую ставку, а ты будешь соглашаться, вот. Ну, у нас минималка 30, и 30, вот, опять же, одна закуска. А так мы стараемся под 40, ну, там, 2-3, получается. Ну, вот, видишь, у тебя есть свой опыт, кто-то просто вообще, знаешь, есть люди, ребята приезжают, они говорят, да я просто только за наличку работаю. Ну, конечно, за наличку, там, вообще копейки вати, там, вот, ищут, ну, просто там. Что угодно за любую ставку, а так с НДСом основная нормальная работа, но НДС, это хлопотно, проблемно, это бухгалтерия, это уже все, как бы, а все крупные предприятия, заводы, они все работают, они хотят работать с НДСом. О, поговорили про перевозки, давай, про твою машину расскажем, что ли, покажем. Ну, я рассмотрелся в ваших видео, ну, и вообще, в принципе, каналу, кто ездит с прицепами, и захотел сделать прицеп, но прицеп стоит очень дорого. Да. Поэтому, как целая машина прицеп стоит. Да, и чтобы прицеп таскать удобно, и хорошо было, надо и мотор менять, и пневоподвеску ставить, и чтобы сама машина была не сильно длинная, ну, как бы, цехно, но даже большая, но я сделал 6.05, потому что, на моем опыте, 6.20, прям, вот эти 15 сантиметров, ну, вот 6, и 12 палетов врезают. Ну, да, 6 метров, да. А вот эти 15, учитывая то, что я ехаю в прицеп, мне эти 15, как бы, не особо нужно. Ну, поэтому вот у тебя особо, ну, видно, в глаза бросается. Смотрите, ребят, колесная база, она, как всегда, 5.250, но задняя ось, видите, она как будто прям так сзади. А это потому, что вот не хватает как раз 15 сантиметров по фургону, да, он по размеру 6.05. Итак, 6.05 длина, 2.20 ширина и 2.35 высота, все размеры внутренние. По тенту, смотрите, у нас немножко новая линейка тента, тоже черный полуглянец, смотрится он четко, красиво, все натянуто по низу. Тройное усиление под кабиной середина хвостовая, горячий катный швиллер десяточка, поперечная 60 на 40, толщина 2 миллиметра, с шагом 60 сантиметров. Труба основания, это рамка нижняя, она 60 на 63 миллиметра толщиной. Кардан, вот он, карданчик новый, два подвесных, шлицевое. Ящик Дакен, 500-й, подкрылки, вот такие, Адамар, подкрылки на трубах, популярная вещь. На воротах ламинированная фанера, фурнитура Пуш по три петли на каждой стороне, правая штура, сдвижная на роликах, пыльник резиновый, отсутствует горизонтальный натяжитель. Вот так здесь по низу, хвост, хвостовая вставка заведена до кронштейна под рессорника. Ребята, здесь установлена пневмоподвеска, вот они, пневмобалоны от компании Арайт, задние усиленные по полторашке, и получается, вот они, передние. И установили вот такой накрышный, яркий-яркий накрышный спальник, с одви, у него тоже сразу по случаю. Заглянем, что здесь внутри за комплектация. Смотрите, строчкой все обшито, кучки на барашках, USB-розетка, два фонаря на потолке, и вот такой вот дефлектор. В компании Солди можно вот дефлектор, получается, вот этот в ногах ставить, и вон там еще в уголочке второй дефлектор тоже добавлять, в воздух колод. Соответственно, автономка подключена. Здесь, видите, скрытый монтаж, ничего не торчит, шлангов никаких не прорезано. Что, загоним, лови вовнутрь. Что же на чемоданах? Ну, там в чемодане инструменты стопы. Инструмент вел с тобой, да, в чемодане? Да. Кто там на юг собирается, а кто-то в чемодане с инструментом. Ну, самое нужное. Вот, ребят, в командировку. Для чего нужен чемодан? Нормальный набор, добротный. Итак, Багор, штатное место обрамления оцинковочкой. Внутри стандартнейшая комплектация, обрешетка 3 доски, ТНС, клейки, усилители, крыша на калетке системы антилет. По акции передняя стенка обшита усиленную резбишкой. Свой функционал вполне выполняет. Верхняя рамка толщиной 3 мм, 40 на 40. 3D-косынки. В общем, полная красота. У меня на автомашистке не было такой штуки. Я залазил на бурт, на бурту она была. У нее крыша с богориком должна быть. У тебя все четко. По чем ты купил эту машину? 420. Год какой? 10-й. 10-й год, Ульяна. 420. Чем она тебя подкупила так? Ты бензин любишь? Нет. Просто мне нужно было только состояние кузова, кабина хорошее. У нее 10 лет один владелец был. И вот мы проездом были и купил. И не крашеная типа? Подкрашивалась, но капот не крашеный. А, то есть это родная краска? Да. А, ничего себе, нормально. Крашивалась по порогам, ну там по нижней части. Никит, а как у тебя процесс переоборудования проходил вообще, приехал, оставил, что было? Договорился с менеджером, приехал, отдал машину и за неделю вроде сделали. Все. И спальник, и удлинение. Ага. И уже документы ты подождал, наверное, пока делать. Или что? Да. Что, на этом моторе планируешь ездить? Ну, пару-тройку недель поезжу и поменяю. Немного подзаработать. Да нет, я уже отложил просто. Очередь. Очередь. Моторов нет. Ну да, по моторам на самом деле есть определенный дефицит. На Toyota большая достаточно запись. Ладно, что, тебя давай, буду отпускать. Спасибо. Успехов, чтобы машина приносила тебе доход. Так что, вот, Киров, встречай. Пополнение, пополнение 6-метровое. Все. Покажу, как всегда, кусочек нашей работы. Спальники становятся все актуальнее и актуальнее. Вот моя машинка. Делает проект для себя. Тоже покажу. Сейчас только что забрал ее со спальника. Это спальник большой, широкий, газоновский. От газона Next. На газельке. Вставили его. То есть, вот так это все выглядит внутри. Смотрите. фонарик, фонарик, все светло, хорошо. Конечно, с этой стороны еще не повредили бы фонарики. Сверху, может быть, тоже было бы хорошо почему-то. Все фонари сбоку. USB-розетка присутствует. Ага, точнее, прикуриватель для переходника USB. Диванчик. Вот единственный минус. Вот у диванчика, что вот он такой. Попробуем его разложить. Здесь вот так. Держу его рукой, чтобы вы понимали. Здесь фиксатор. Попасть, вот. В принципе, все. На один фиксатор зафиксировался. И, ну вот, смотрите. В принципе, я сижу, но почти в полный рост. Но я ростом 1,88 м получается. Вот. Ну, немножко. А так, ну, вполне удобно по месту. Очень даже просторно. Газоновский спальник все-таки есть. Есть простор. Самое классное в этом спальнике это его цена. 100%. Ценник у него очень бюджетный. Вот в таком он у меня полностью. Сиденья в черном свете. В таком обшивку в стандартном цвете. Но мягкости от скамейки как бы это. Тут ждать не приходится. Матрасик, видите, да? Он толщиной. Пятерочка даже, наверное, троечка. Но плотный. То есть он очень плотный. Ну, соответственно, очень жесткий. Такая жесткая лавка. Ну, просто очень жесткий полиуретан. Он от этого, ну, качественный, плотный. Но жесткий. То есть обычно, ну, в премиальных спальниках все это помягче выглядит. А здесь так вот. Кресло-то новое. Новая обшивка. Прям все. Новой газеткой пахнет. Все это наполируется. Коврики постерятся. И будет классно. И вот новая сидушка будет. А эта сидушка вообще уйдет. Причем, скорее всего, на продажу. Новое кресло правое. Салам, алейкум. Алейкум, алейкум, алейкум. Ну что, брат, куда поехал? Афарбрад, Каман. Как машина, марка вообще какая теперь это называется? Это по настроению иногда B, иногда C. Если надо, в Москву B. Если потом вызываем C. По категории, да? Да. Ну, машина серьезно выглядит, конечно. Что бы сказать. Вай, 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 вай. Зеркала какие, слушай. Это газоновские, да? Да. Отбойники, слушай. Вообще, мне кажется, это даже как? Это не газель. Вот тут надо НН подписать тебе уже. Next уже никогда не канает. ННочка. Наша нижегородская газель НН. Сделали ее 6-ти метровой. Заходы на раму, да, у нее были прям вообще вот малюсенькие там. По 10 сантиметров, теперь по полметра. Кардан турецкий, удлинили. Все красиво. Новый подвесной, все четко. Так она выглядит. Хвост. Вот хвостовой заход на новую газель. Получается, вот он до сюда. Заходит, так и есть. Двойной. А здесь у меня стоит готовая. Готовая машина. Пятиметровая. Тоже красивая. С лягушками, с горизонтальным натяжителем. Сейчас ворота на нее установим. Так выглядит фургон. А здесь стоят у меня вот такие Некстер. Красавчики. Двое из ларца одинаковых с лица. Только один с черной полосой, а второй без черной полосы. Вот это ростовский. Все удлиненные. Стоят, ждут своего часа. Сейчас поедут прям на монтаж, на установочку фургона. Красавчики. Здесь два лимонного бака. Весна, Рим. Весна даже в Нижнем Новгороде вышла. Конечно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Давайте, а вам, ребят, тоже удачных дорог, крепкого здоровья. Всем пока.